Между тем, одно из основных препятствий для начинающего бизнеса – оформление земельного участка. В областном центре необходимая площадка может оказаться дорогой, а административные процедуры занять несколько лет. В поселке Багандинске предприниматели, напротив, делятся удачным опытом. Каждый год в территорию вкладываются около 500 миллионов рублей частных инвестиций. Клиентам предлагается в нашей гостинице четырехместные номера. Руководитель семейного предприятия гордо заявляет, сегодня открытие гостиницы. Она обошлась инвестору в 30 миллионов рублей. Деньги успел взять в банки до повышения ставок. У собственника уже работает кемпинг на федеральной трассе и стал популярным. Настала пора расширяться. Время просто подтолкнуло даже быстрее открыть, потому что нельзя сегодня предпринимателю затягивать то строительство, куда вложены большие деньги. Немедленно должно, вплоть до того, чтобы брать немедленно кредиты и вводиться в строй, в эксплуатацию зданий. С оформлением земли помогли сельские власти, иначе процедура затянулась бы на годы. Вложения окупятся быстро. На руку низкие расценки от 400 рублей до полутора тысяч за сутки. Ежегодно в Багандинске вкладываются по 500 миллионов частных рублей. Создаются 100-150 рабочих мест. Интерес бизнесменов к поселку не угасает даже сейчас. Все дело в удачном месторасположении и административной поддержке. Инвесторов сопровождают на всех этапах. От проекта до выхода на полную мощность. Вот и для производства керамзитоблоков нашелся земельный участок. Раньше бизнесмен занимался брусчаткой в Тюмени. Подумал о расширении. Построить цех в Багандинском оказалось дешевле в пять раз, чем в городе. Впрочем, трудности все равно остались. Я не знаю, сейчас тахографы какие-то вводят. Вот это вот несколько напрягает. То есть тахографы для больших организаций, ну это на машины, если вы там знаете. Для мелких организаций это как-то тяжело и напряжно. Сегодня на предприятии работает всего четыре человека. Но даже такой занятости в администрации поселка Рады. До Багандинского дошла малоиндустриализация, о которой так много говорят власти. В прошлом году у нас заработал кирпичный завод, восстановили. Значит, 14 миллионов штук кирпича уже выпустили. В нынешнем году все удачно складывается, что они открывают вторую линию. Мы помогаем по земле им. Значит, они открывают вторую линию. Еще будет примерно 90 рабочих мест. А еще есть кузницы, пекарни. В поселке уверены, несмотря на сложности, бизнес здесь будет развиваться. Анна Рапчук, Сергей Мякиши, Тюменское время.